Приветствую вас. Пишите вы, что боитесь написать ему. Все говорят, напиши, не бойся, но все равно боитесь. Давайте для начала мы с вами подумаем вот каким образом. Вот хотите написать человеку, ну вообще-то говоря, нормально, это естественно, другое дело, как вы знакомы, насколько хорошо вы знакомы и насколько много вещей вас связывают, это уже вопрос другой, да. Но написать человеку это вполне нормальное желание, нормальное, естественное, добротное желание, которое, ну, нормально. Другое дело, что вы боитесь. И вот тот факт, что вы боитесь, существенно осложняет ситуацию, выводя ее в достаточно нездоровый вид. Ведь дело в том, что если вы, если и когда вы боитесь, то вы всегда боитесь чего-то. Если вы боитесь чего-то, то это что-то есть в первую очередь в вашем сознании. И если вы боитесь чего-то, то это что-то делает вас, как раз-таки вас, к сожалению, вас это делает, не свободным. И если вас это делает, не свободным, то вы, в принципе, к сожалению, не можете выступать, как полноценной, равноправной личностью в этих отношениях. Вы не сможете быть независимыми, вы не сможете быть равноправными, вы не сможете быть, чтобы вы гораздо важнее равными. И вот это, что-то вам нужно убрать. Видите ли, ваш страх, он продиктован не как таковым молодым человеком. Ваш страх продиктован другими переживаниями и другими эмоциями. В частности, ваш страх связан с тем, что вы большое значение вкладываете в этого молодого человека. Или большое значение вы вкладываете, ну, скажем так, в отношениях. И тогда, соответственно, нужно вам, в первую очередь, определить для себя, а что же такого вы вкладываете в эти отношения, что вы очень сильно боитесь. Почему для вас это так важно? Вот это то, о чем нужно вам в первую очередь подумать. Это то, что в первую очередь стоит для себя решить значение. Видите ли, тот факт, что знакомство с молодым человеком или обычное общение с молодым человеком совершенно нормально означает, что эта задача, задача по знакомству, по налаживанию связи между вами, да, эта задача является репродуктивной, то есть типовой. То есть эта задача абсолютно естественна и нормальна, но вы почему-то, по какой-то причине, вы ее воспринимаете совершенно не так, как нужно, не так, как обычно воспринимается данная задача. И, соответственно, значение этой задачи именно для себя вам нужно снять. Дальше. Если мы говорим о страхе, то за страхом всегда стоит какое-то негативное обстоятельство, которое может вам мешать, которое может вас как-то напрягать. Вот это негативное обстоятельство, которое стоит за страхом, то есть чего вы именно боитесь, тоже нужно разобрать. Простите, бояться молодого человека и бояться ему написать – это ненормально, к сожалению. Далее. Я предлагаю вам несколько средств, которые помогут немножечко принизить ваше чувство страха. Вот подумайте, чего именно вы боитесь, да? Постарайтесь понять, чего именно вы боитесь. И потом, после того, как вы этот момент для себя уясните, попробуйте представить себе, что это уже случилось. Попробуйте представить себе, что то, чего вы боитесь, то, чего вы опасаетесь, то, чего вы так сильно, может быть, не хотите, чтобы произошло, Представьте себе, что это уже случилось И продумайте свою модель поведения, если это произойдет То есть, что вы будете делать, если вот такая ситуация случится Чтобы в случае, если ваш самый негативный прогноз оправдается Вы могли бы уже быть подготовлены к этому И адекватно реагировать на данное обстоятельство То есть, для вас это очень полезная и правильная будет ситуация И правильная будет тренировка Дальше, вот спросите себя следующее Вот вы боитесь, а то, чего вы боитесь, произошло или нет? Тоже хороший вопрос, который поможет вам Не тратить свою энергию по напрасну на Лишние эмоции, на лишние переживания Которые, вообще-то говоря, отнимают очень много сил и энергии Далее, следующий и последний важный вопрос Который вам нужно также себе задать Это вопрос, который, значит, звучит так А так ли страшно то, чего вы боитесь? То есть, вот, если оно все-таки произошло, да? Спросите себя, а так ли страшно то, чего вы боитесь? Так ли это действительно страшно для вас? Дело в том, что страх, он во многом гиперболизирует То есть, необоснованно усиливает Значит, необоснованно увеличивает негативный эффект Негативные последствия от того, что происходит То есть, если человек чего-то боится, 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 боится А потом это происходит То человеку кажется, что произошло что-то, ну, очень страшное И от этого человек может даже впасть в депрессивное состояние Но на самом-то деле, надо понимать, что это продиктовано именно тем, что человек Подготавливал себя к тому, насколько это страшно В действительности, может быть, страшным это даже ничего как такового и не произошло То есть, вот это вам тоже нужно для себя постараться определить эти моменты Они очень важны для понимания Далее, теперь следующее Это то, что вы спрашивали, значит, по поводу того, что написать Значит, написать, конечно, стоит, но вопрос в том, для чего Как вам уже правильно сказал мой коллега, все зависит от вашей всей цели Если у вас есть цель обязательно с этим человеком вступить в отношения Ну, простите, это плохо, и вам это будет только лишь мешать Вам это будет только лишь вредить А предупреждаю вас об этом сразу Потому что лучше будет, если вы изначально будете к этому готовы Потому что нельзя складывать в общение с человеком какие-то, значит, результаты Потому что любое общение с любым человеком Это, по сути дела, лотерея И именно потому, что это лотерея Нельзя ждать, что общение с человеком к чему-то приведет И для того, чтобы не ждать, нужно свои цели Реализовать самостоятельно Реализовывать самостоятельно, пытаться А человека воспринимать максимально непринужденно И максимально, постараться, по крайней мере Максимально объективно Хотя и понимаю, что, возможно, это очень-очень сложно Вот Далее Значит, вы далее отпрашиваете, что лучше написать И будет лучше, конечно, если вы напишите что-нибудь такое, знаете, нейтральное Что-нибудь такое, знаете, непринужденное Чтобы человек почувствовал, что вы хотите просто с ним общаться Лучше всего будет, если у вас имеются какие-то общие интересы Какие-то общие взгляды Какие-то общие сферы деятельности Где вы можете как-то себя проявить И на этой почве вы могли бы с человеком сближаться То есть для начала нужно продумать ваши общие интересы И написать именно на эту тему Естественно, сперва, подорваться, подорваться, поинтересоваться жизнью человека А после начать говорить об этом И все Важно разгрузить вот ту задачу, которую вы перед собой ставите Если вы ее разгрузите То с большей долей вероятности все у вас будет нормально Именно с большей долей вероятности Но за страхами, которые у вас есть, ну и на работе И вот так вот, за один ответ на вопрос Страх, он не уйдет Очевидно, что ко мнению других людей, третьих лиц прислушиваться сегодня не стоит Это очевидно Потому что, ну, все-таки Личная жизнь, она ваша И только вам решать, как ее Проживать и вам решать, как ее распоряжаться Поэтому люди могут говорить, что все угодно Это не важно Это абсолютно не важно То есть, вам нужно определиться с тем, чего хотите вообще от молодого человека Вы боитесь, если бы написать, наверное, написать Понимаете, если бы вы от него ничего не хотели бы Или если бы вы испытывали к нему чувства Но при этом не ставили перед собой задачу, значит, как-то реализоваться через него То есть, иными словами, что-то для себя получить То опять же, страхов у вас бы не было Поэтому в направлении того, какое значение вы складываете в молодого человека Я предлагаю вам подумать Это очень важный аспект О этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Пишите в личку Помогу, если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего-всего самого доброго И удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!